Здравствуйте! Прошел 2018 год. Вместе с ним и прошло установленное законодательством время, когда необходимо было уплачивать налоги. Как быть дальше и что делать тем гражданам, которые все же, может быть, забыли и хотят еще оплатить свои налоги, поговорим сегодня в подробностях. С начальником отдела работы с налогоплательщиками управления Федеральной налоговой службы по республике Дагестан Амаром Амаровым. Амар Магомедович, салам алейкум. Алейкум. Ну, была установлена дата до 3 декабря. Мы еще раз хотим поговорить, потому что налоги это важно для существования любого региона, в том числе, когда у нас мы периодически говорим о том, что с бюджетом не так уж все шикарно. Дата 3 декабря. Что необходимо было уплачивать, если вдруг кто-то не до конца понимает, за что он оплачивает, должен оплачивать? Спасибо за вопрос. Строго до 3 декабря 2018 года жители Республики Дагестан должны были уплатить начисленные им имущественные налоги по земле, транспорту и недвижимому имуществу. И также должны были оплатить налог на доходы физических лиц, не исчисленные их работодателям по каким-либо причинам. Все граждане, имеющие объекты собственности, по которым начислены налоги, получили налоговое уведомление по месту их регистрации с приложением квитанции об оплате, после которой они, соответственно, должны были исполнить свою обязанность и уплатить причитающиеся им налоги. То есть, если работодатель твой не уплатил за тебя налоги, то эти налоги должен уже оплачивать сам работник? Да, совершенно верно. В случае, если работодатель из заработной платы не исчислил налог в доход государства, соответственно, здесь обязанность возникает у самого работника отчитаться перед налоговой службой и оплатить. Как быть, если, к примеру, под конец года, либо вот к этой же дате 3 декабря, человек зашел на какой-то портал, налог.ру, через госуслуги, нет у него никаких задолженностей, и если он не получает об этом никаких сведений, никакой, скажем так, квитанции к нему не приходит от налогового органа, ну, у него есть какое-то имущество. Ну, здесь нужно разделить именно две ситуации. Первая, это когда налогоподательщик совсем не получает налоговое уведомление, оно не направляется в некоторых случаях, я о них скажу. Первая из них, если налоги исчисленные к уплате составляют менее 100 рублей, второй случай, когда налогоподательщики не получают уведомления, это тот случай, когда они зарегистрированы в электронном сервисе, личный кабинет налогоподательщика, соответственно, им приходит он в электронном виде. Ну, и третий случай, это тот случай, если им была предоставлена льгота, и эта льгота полностью перекрыла все начисленные налоги, соответственно, к уплате у них денег отсутствует. В данных случаях налоговое уведомление не направляется. Если же налогоподательщик получил уведомление, и в нем отсутствует сведения о каком-либо объекте недвижимости, либо он не получает уведомления, при этом зная, что у него имеется собственность и имущество, за которое необходимо платить налог, то в данном случае уже возникает обязанность у налогоподательщика заявить, уведомить об этом налоговый орган. Сделать это можно в электронном виде, посредством сервиса, личный кабинет налогоподательщика, либо обратиться в налоговый орган и непосредственно представить данные сведения, вот налоговый орган заявить. Не уведомление налогового органа, здесь уже есть определенные санкции в отношении налогоподательщика, будут применены, если он не уведомил налоговый орган. Ну, какие-то санкции? Ну, налоговым кодексом предусмотрен штраф в размере 20% от суммы неудержанного налога. Ну, здесь... То есть он должен заплатить и налог, и еще плюс штраф. Да, здесь вот следует, наверное, отметить нашим зрителям тоже, что в любом случае рано или поздно налоговая служба узнает о тех объектах, на которые имеют права наши жители. Если они не сейчас, то в последующих периодах сведения о них мы получим от регистрирующих органов. Соответственно, если налоговый орган получит сведения от регистрирующего органа об объекте собственности, который имелся у гражданина, по которому пошли периоды и не был исчислен налог, и налоговая служба будет видеть, что налогоподательщик не уведомил об этом непосредственно федерального госслужбы, то будет исчислен налог за предшествующие периоды и применены штрафные санкции в размере 20%. Здесь законодатель ответственность возложил непосредственно на самого налогоподательщика. Поэтому здесь, наверное... Знаете, какая психология есть еще, может быть, только у дагестанского народа. Вот я не оплачу в течение пяти лет, а потом я подожду до того времени, когда государство объявит об освобождении налогов, о некой такой налоговой амнистии. Ну и вот дождусь я лучше до этого времени, чем буду уплачивать сейчас налоги. Ну, такими случаями мы сталкиваемся. На самом деле, я бы не рекомендовал гражданам экспериментировать и все-таки оставлять на воле судьбы, не плачивая налоги, и надеяться на то, что минует ответственность гражданина по уплате данных налогов. Сейчас большая работа проводится совместно с службами судебных приставов по принудительному взысканию данной задолженности. Соответственно, уже после передачи службы судебных приставов материалов для взыскания принудительного уже граждане будут сталкиваться с рядом проблем, в том числе по обременению имущества, находящейся в собственности, ограничений по выезду за границу. Банковские счета будут заблокированы. Поэтому здесь я не рекомендовал бы, и в целом налоговая служба на сегодняшний день модернизировала, можно сказать, свои возможности и, соответственно, в таких случаях, чтобы налоги были исчислены и налоговый орган на протяжении пяти лет не принимал никаких мер, то здесь это уже быть такого не может. Но насколько плотно вы работаете с службой судебных приставов в этом вопросе? С службой судебных приставов у нас действительно хорошие взаимоотношения. Мы, помимо того, что передаем им материалы через судебные станции для взыскания, принудительно проводим с ними большую работу по информированию граждан. У нас сейчас проходит информационная кампания в Новый год без долгов. Ранее тоже неоднократно мы проводили наши информационные кампании, устраивали совместные рейды на дорогах республики, в торговых центрах, основной задачей которых было информировать граждан о имеющейся задолженности и предлагать им их уплатить. И, соответственно, попутно мы... Это такие превентивные меры. Но я уже о взыскании. Когда все есть у человека задолженность, долг он не оплачивает. Настолько вы здесь взаимодействуете? И есть у вас понимание со службой судебных приставов? Здесь, да, безусловно, есть понимание. И, соответственно, все материалы по физическим лицам, которые не уплачивают задолженность, установленные в законном сроке через вынесение судебного приказа, передаются на исполнение службы судебных приставов. В дальнейшем они уже проводят все оперативные свои мероприятия по взысканию данной задолженности. Соответственно, работа есть, она эффективна, и мы с ними, в принципе, сотрудничаем. Довольно предприимчивые дагестанские народы, и поэтому часто могут менять автомобили, либо даже квартиры. Но как-то многие и не задумываются, что при продаже своего имущества необходимо уплачивать налог, подоходный налог в этом случае. Ну, как вы, опять-таки, может быть, по таким просвидетельским, может быть, мероприятиям проводится работа, и по взысканию налогов, как проходит здесь работа? Ну, здесь вы правильно отметили, что наши граждане порой часто меняют имущество, транспортные средства, как правило, и забывают порой уплатить. Здесь еще есть даже не просто граждане, а здесь есть те, кто зарабатывает на этом, они регулярно покупают, продают машину, не оформленные как индивидуальный предприниматель, просто купил, подал. Совершенно верно. Ну, в большинстве случаев они при продаже не оформляют на себя право собственности, а вот успевают именно в определенные строки купить и продать. Ну, даже в тех случаях, когда они оформили на себя право собственности данного транспортного средства и в дальнейшем его реализовали, конечно, у них возникает обязанность по декларированию, соответственно, своего дохода. Здесь в Федеральном налоговом службе проводится тоже информационная кампания, с начала 2019 года мы ее начинаем по декларированию доходов, полученных от продажи недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков, кто должен заплатить налоги, кто должен подать декларацию. В случае, если у гражданина имелось в собственности имущество, которому владел менее чем 3 года, а если данная собственность была зарегистрирована на гражданина с 1 января 2016 года, то если он владеет этой собственностью менее чем 5 лет, то, соответственно, он должен подать налоговую декларацию и, соответственно, исчислить налог для дальнейшей оплаты. Но здесь тоже следует отметить, что налогоплательщики порой, может быть, не знают, что у них есть определенные права при декларировании своего дохода, то есть они могут заявить вычет, они могут снизить сумму налогового облагаемой базы, соответственно, задекларировав данные сведения. И в ряде случаев результатом представленной налоговой декларации будет не уплата налогов в казну государства, а наоборот возврат налога ранее удержанного работодателя. В каком случае это может быть? Ну, здесь тот случай, когда налогоплательщик был трудоустроен, на протяжении определенного количества времени он работал, за него отчислялись налоги, и, соответственно, он продал свое имущество, дом, квартиру. То есть это подоходный налог? Здесь важно, мне кажется, отметить, что именно по поводу вычета налога, да? Вот по налоговому вычету пояснить, может быть, нашим гражданам, когда они могут вернуть, либо получить вот этот вычет? Налогоплательщики могут, помимо того, что уплатить в казну государства налоги, они также могут и получить, соответственно, налоговым имущественным вычет. Воспользоваться они могут им один раз в жизни, соответственно, каждый гражданин имеет на это право. В случае приобретения им собственность недвижимого имущества, и в том случае, если он состоит в трудовых отношениях со своим работодателем, за него уплачиваются соответствующие налоги и сборы, гражданин вправе вернуть налог с покупки квартиры, налог с доходов, которые были оплачены за него, в сумме до 260 тысяч рублей. То есть здесь граждане имеют на это полное право. То есть это такая некая помощь государства при покупке некого недвижимости, и здесь возвращаются налоги, правильно, просто чтобы механизм понять, который оплачивает за работника работодателя. Да, совершенно верно. Те 13%, которые под оходный налог за нас уплачиваются, налогоплательщик праве их вернуть в случае приобретения имущества. В случае, если граждане не оплатили, к примеру, налоги до 3 декабря, и есть ли какие-то негативные последствия, ну, как я понимаю, это пение. Да, безусловно, налоговым кодексом предусмотрено, в первую очередь, начисление пени за каждый день просрочки, в случае неуплата налогов, будут начисляться пени, и сумма задолженности будет только возрастать. Ну, и, как ранее мы с вами сказали, что также здесь большую работу проводит, соответственно, служба судебных приставов. Налоговый орган направляет материалы на принудительное взыскание, соответственно, через вынесение судебного приказа. И в дальнейшем служба судебных приставов отрабатывает взыскание данной задолженности, у них есть свои меры воздействия на граждан, ну, и в целом это доставляет большие неудобства нашим жителям республики, в связи с чем, наверное, хотелось бы призвать их своевременно уплачивать имущественные налоги и не доводить их до передачи уже, до принудительного взыскания, так как им в дальнейшем придется оплатить и всю сумму налогов, пени набежавшие, и исполнительский сбор, который, соответственно, с ужаса динпризов заищет гражданина. Ну, а как быть, когда гражданин продал свое имущество, автомобиль, к примеру, на самом простой случай, но к нему продолжают поступать налоги? Ну, да, есть такие случаи, но здесь нужно четко разграничивать продажу автомобиля, либо квартиры. Зачастую сталкиваемся с такими ситуациями, что гражданин продает машину, получает денежные средства и не обременяет себя переоформлением данного транспортного средства на нового собственника. Соответственно, новый собственник тоже не спешит оформлять на себя и ездит также на приобретенном им автомобиле без права собственности. То здесь, конечно же, налоги будут начисляться на собственника, который проходит по базам ГИБДД, так как все налоги по имущественным налогам начисляются налоговой службой по тем сведениям, которые получены от регистрирующих органов. Но если же мы говорим о том случае, когда действительно налогоплательщик, приобретя, вернее, реализовав свое имущество, переоформил данное право в соответствующем регистрирующем органе, то, конечно же, он вправе здесь заявить налоговый орган, либо электронно, используя личный комитет налогоплательщика, либо лично, прибыв в налоговую инспекцию. И, в свою очередь, налоговый орган направит запрос, необходимый в регистрирующие органы, и если получится сведение, и действительно подтверждятся сведения, что он продал данное имущество и было переоформлено право собственности, то те налоги начисленные, они будут снижены. Но в этом году уже начинается такая норма в Российской Федерации по поводу нового налога, довольно обсуждаемого в течение 2018 года. Это налог на, так называемый, налог на самозанятых. В Дагестане такой сегмент предпринимательства существует, и довольно активно, на мой взгляд, особенно сейчас популярно такое веяние работы через социальные сети, это в том числе домохозяйки. И по поводу нашего региона, вот с этого года, мы уже начинаем, либо должны уплачивать этот налог, как с этим обстоят дела? Да, действительно, с 1 января 2019 года в качестве эксперимента на территории Российской Федерации принят новый специальный налоговый режим, так называемый налог на самозанятых, как бы называется он уже с точки зрения налогового законодательства, налог на профессиональный доход. Экспериментальный режим введен на территории Российской Федерации на период, на 10-летний период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. В качестве субъектов Российской Федерации, в которых будет проходить данный эксперимент, это 4 выделенные субъекта, это Москва, Московская область, Республика Татарстан и Каужская область. Соответственно, те предприниматели, которые осуществляют свои деятельности на территории данных субъектов, смогут применить данный налоговый режим. Ну, возможно... Ну, здесь они тоже смогут, здесь они должны применить даже, да? Да. Они... Ставятся обязаны. Скажем так, это их право. Это их право применять налоговый режим данный, потому что данный налоговый режим значительно облегчит им бремя, налоговое бремя, уплаты ими налогов. Здесь, может быть, среди наших зрителей есть те, кто осуществляет деятельность на территории данных субъектов или его проживает. Для них я примерно очерчу те параметры, которым необходимо соответствовать, чтобы... То есть, кто такие самозанятые? С точки зрения налогового кодекса. В первую очередь, доходы этих людей не должны превышать 2,4 миллиона рублей в год. То есть, если у налогоподельщика дохода превышает данный порог доходов, то, соответственно, он не сможет применять данный режим. Дальше есть ряд ограничений по видам деятельности, которыми, применяя которые, работая в сфере которых, нельзя будет применять данный налоговый режим. В частности, нельзя иметь наемных работников, нельзя заниматься, допустим, добычей и продажей полезных ископаемых, реализовывать товары, которые необходимы, подакцизные товары, либо которые необходимы, маркировки соответствующие. Также вводятся ограничения по тем предпринимателям, которые планируют перепродавать, то есть, не свое что-то продавать, продукты. То есть, здесь говорится только о собственном производстве? Да, здесь речь идет о собственном производстве. Если немного сусит тот круг, примерно очертить тот круг, кто сможет данный налоговый режим применять, то это репетиторы, фотографы, няни, лица, которые выращивают у себя на своем предусадебном участке ягоды, овощи, фрукты и в дальнейшем сами же их реализовывают. К примеру, есть у меня своя квартира, я ее сдаю. Ну, да, здесь вот тоже следует отметить, что действительно для граждан будет большим подспорьем и, возможно, скорее всего, это приведет к большему количеству задекларированного имущества, сдаваемого в аренду. Здесь действительно законодатель предусмотрел две особенности сдачи в аренду недвижимого имущества. То в данном случае рядовой гражданин, как ранее, если зайдет, соответственно, свое имущество в аренду, живое помещение, то он сможет стать на учет, как самозанятый, и уплачивать соответствующие налоги, с доходов. И второе такое нововведение, интересно, это касается государственных служащих, государственных и муниципальных служащих. У них теперь впервые появилась возможность и также стать на учет в качестве самозанятого. То есть самозанятый не будет считаться индивидуальным предпринимателем, он будет самозанятым. И в случае, если они сдают в аренду также свое живое имущество, в котором дом либо квартиру, они смогут стать, соответственно, на налоговый учет в качестве самозанятого и исчислять налоги, их уплачивать уже те, которые непосредственно к данному режиму применяются. Но для государственных и муниципальных служащих будут ли применяться другие параметры самозанятого? Нет, нет. Здесь только по поводу сдачи аренды. Совершенно верно. Именно речет. То есть здесь тонкая грань между самозанятым и предпринимателем, мне кажется? Ну, здесь, наверное, большое подспорье, так как все-таки то имущество, которое коммерческого характера носит, которое является коммерческим, непосредственно здесь все осталось, как и прежде. Нужно быть индивидуальным предпринимателем, если заешь его в аренду. Речь идет о живом фонде, о квартирах, домах. То есть, если раньше наши жители должны были либо регистрироваться в качестве предпринимателя, если на постоянной основе сдают в аренду жилье, либо уплачивают 13% заходов, то здесь порог налогов, он снижен. Немного о цифрах, наверное, скажу. Для лиц, применяющих данный режим, в случае, если они будут реализовывать свои товары, либо услуги физическим лицам, то они должны будут уплатить 4% от суммы дохода. Но если они реализовывают свои товары, либо услуги юридическим лицам, тогда они уже уплачивают 6% от суммы полученного дохода. То есть, уже ближе к УСН. Да. На мой взгляд, это такой некий еще упрощенный УСН. Если говорить так. Ну, можно так сказать, да. И мы здесь, именно задача стоит вывести из тени тот пласт плательщиков, налогоподельщиков, занятых предпринимательской деятельностью, которые еще не зарегистрированы. Понятно. Ну, по Дагестану, есть ли у нас понимание, когда? Ну, законодатель заявил 10 лет эксперимента в 4 субъектах. Будет ли раньше он завершен и Республика Дагестан, в том числе, вовлечена в данный эксперимент? Пока не понятно. Пока непонятно, не предвидится. Поэтому пока вот наши налогоподельщики. Будем, будем ожидать. Поэтому я хочу вас поблагодарить. На данном, в принципе, этапе мы с вами попрощаемся. Но в течение года, я думаю, мы будем возвращаться к этой довольно важной теме, как сбор налогов, как уплаты налогов. Спасибо. Спасибо. Это были подробности. И сегодня говорили с начальником отдела работы с налогоподельщиком Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан Амаром Амаровым. С вами был Тельман Раджабов. Даст Бог, еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»